Привет, мои хорошие! И с вами Селена Суэй и очередной фикс прайс! Неужели я туда сходила с новой? На самом деле, покупками очень довольна. Но то, что не обращала раньше внимания, снова взяла и что-то новое появилось. Сейчас все расскажу. Сегодня будет у нас целых два пакета! О, торчит даже. Наверное, хочется, чтобы мы первой показали эту штучку. Ну и что? Значит, мы покажем ее первой. Это мы купили картошка-выжималка. Шучу. Картошка-давилка. Это я знаю. В общем, мама моя попробовала, она снова со мной. Но она, короче, у меня пока живет, так что она будет часто со мной. Такой контролер моих видео, чтобы ничего лишнего не было. Мата, чтобы не было. В общем, она сегодня уже попробовала давилку. Видите, специально не снимала даже эту штучку китчен, чтобы все было прилично. Но я вам скажу, она попробовала. И я как раз говорю, скажи мне свои рекомендации, чтобы я сказала о этой давилке что-то людям. И она говорит, что вот эта штука низкая очень. То есть большое количество картошечки ей неудобно давить, так как ручка, она полностью, видите, для руки. И если мы давим большее количество, то обжигают уже. Вот сегодня мама делала много картошки. Мы любим картошку, потому что. И вот уже практически докасалась, было неудобно. У нее дома с более высокими ножками вот эта вот железочка сама идет. Более высокая. И вот на будущее вам, если вы готовите для большой семьи, то, конечно, это не подойдет. Ну так она, в принципе, не гнется. Да, мам? Нормально. Топчет хорошо, все нормально. Единственное, вот этот вот момент. Учтите. Давайте пройдемся по домашним всяким штукам. Мы взяли прищепки. На самом деле в других хозяйственных магазинах я смотрела, и прищепки вот в два раза меньше стоят так же 50 рублей. А здесь, смотрите, сколько прищепок. В два раза больше. И даже разных цветов. В общем, прищепки мне не нужны. У меня там есть 4-8 прищепок где-то. И они как бы висят. Но когда пришла мама, вы понимаете, прищепки теперь нужны везде. Мы все вешаем, все стираем. В общем, теперь у меня в 10 раз больше прищепок. Также для дома мы взяли вот такие вот штучки. Двусторонние скотчи. Здесь они рулонами. Я их еще не пробовала. Но, в принципе, можно всегда, знаете, приклеить что-то к стене. Легенькое. Там, я не знаю, какой-нибудь листик. Не знаю, зачем он нужен будет на стене. Но, в общем, вот эти пригодятся. Тем более, сейчас я много всего взяла декоративного в фикс прайс. И все время пытаюсь что-то делать красивенькое. Да, вот стену сзади украсила. И тоже что-нибудь даже прилепить пригодится. 50 рублей плюс 2 рулона. А тут 3 пластины вот этих вот квадратиков, на которых реально можно легенькую картину какую-то повесить. Мне кажется, это круто. Так что оно пригодится, девчонки. Особенно, кто любит что-то мастерить постоянно. Дальше по дому, да. Хвост. Я купила, естественно, пакеты. У меня уже закончились. Вообще, у меня есть маленькие пакетики такие и большие пакетики. Я люблю все складывать. Вообще, чтобы тараканов не было, я рекомендую вам. Потому что я вообще больная до тараканов. Чтобы ничего не было, никакой живности в доме. И я все продукты, которые, знаете, печеньки открыли, еще что-то. У меня все лежит по контейнерам. Все лежит по пакетикам. Для того, чтобы вообще не было даже ни крошинки нигде. Чтобы никто не пролез. Ну и, соответственно, я не собираю эти пакетики. Мне проще оторвал. Положил туда что-то, там, сумочку, там, или еще что-то. Чтобы не растеклось. Чтобы мне это везде, короче, они нужны. Очень быстро кончаются. Я прям в день, мне кажется, использую там по 3-5 пакетиков. Особенно, если я активный образ жизни веду и куда-то выхожу. Поэтому пакетики, это классная вещь. И вот здесь их 200 штук. И вот эти большие пакетики. Ну, маленьких я там не нашла, но маленькими я тоже пользуюсь. Совсем малюсенькими. В общем, 18 на 28 сантиметров 200 штук. 1 литр даже еще написано. Не знаю, может. Кто-то воду наливает в пакеты. С балкона кидает. Деткам, если только. Дальше бытовой момент. Давно смотрела на эту штуку. Ванна у меня, у меня комната вся белая с розовым. А ванна у меня вся такая голуба-белая. Вот. Я купила вот такую штучку. Как раз таки, знаете, вот, что мы стираем там каждый день дома, да, бывает. Раз-раз постирали, повесили. Для того, чтобы я не доставала свою сушилку. Или не выходила на улицу вешать белье какое-то. Потому что у меня веревок нигде нету, да. А эту зацепил легенькую за прищепочку. И там вот то, что мы ежедневно стираем. Я не буду говорить, что, девочки. Почти знать, что мы ежедневно... Что ежедневно мы стираем. Мама говорит, распакуй. Я немножко приболела. Если вы заметили с голосом у меня чуть-чуть. Может быть, беда? Не обращайте внимания. Вот так она выглядит. Смотрите, мы вешаем. Ой, ну все знаете, наверное, эту же такую штуку. Вешаем вот так, вот и все. Там какой-нибудь платочек для деток очень удобно. Что-то постирал и сразу в ванне привесил, да. В общем, сами знаете, что применить. Она, в общем, симпатично смотрится. И мне кажется, очень удобно. Какое-то полотенчико или там что-нибудь. Поверьте. Нижнее пелье. Мы все-таки сказали это. Также я купила... Что это? Скраб-гель. Скраб-желе для смягчения и удаления кутикулы. А, вот, это я на кассе, короче, нашла. Скраб-гель для удаления и смягчения кутикулы. Девчонки, еще не пробовала. Ну, расскажу вам тогда, если вот... Ну, как бы, если все хорошо, то я не буду говорить, да. Значит, все хорошо. Вы не увидите нигде видео там, да. Ну, или спросите, кому интересно. А если он будет какой-то плохой, то я обязательно скажу об этом. Я плохие вещи, как бы, сразу говорю, ай, не берите. Но мне кажется, в принципе, что оно должно нормально быть. Я просто не часто делаю маникюр. У меня очень тоненькая кутикула на ногтях. И мне достаточно просто сделать все это, подвинуть и там вот обрезать. Вообще, я люблю делать. У меня даже есть на видео, где я делаю именно сухой маникюр. И именно пользуюсь, ну, не такой штукой, у меня профессиональная есть штука, да. Но я решила вот эту еще попробовать. То есть, действительно, очень круто. Намазал, походил, стер и щипчиками размягченную кутикулу обрезал. То есть, не надо в воде сидеть, вымыкать все это. Я не люблю это целое дело. Ну, короче, вот такая штучка. Посмотрим, попробуем. Также для дома мы взяли еще вот такую сетку, потому что нам не хватило, кстати, не хватило вот этой вот штуки. Мы взяли ее еще. Она немножко, я вам скажу так, отлипает вот в углах. То есть, хорошо на ней держится сетка, но вот эта сама липкая лента, на которой держится эта сетка, она немножко в углах вот именно отходит. И мы вот приклеивали-приклеили, в итоге скотчем все обклеили еще, чтобы больше держалось. Но в целом прикольная штука. Ну и вообще белая сеточка, она тоже может в декоре в чем-то пригодиться. Я взяла еще 50 рублей, мне кажется, это отлично. Так что вот такая у нас еще сеточка есть. Также я взяла три пары, нет, не три, две убрали. Четыре пары перчаток здесь вот такие. Взяли в машину, оставили дома. И вот две пары еще остались перчаточки. Они всегда понадобятся. Вот такие вот перчатки у меня теперь есть. Батарейки. Многие, кстати, говорили мне и писали в комментариях, что батарейки текут, что они какие-то такие плохие. У меня еще не было случая никакого такого. Кстати, спасибо всем, кто говорил за пистолет, который взрывается в руках. Я теперь боюсь им что-либо делать. И лучше пистолет, конечно, купить качественно. Все, что включается в розетку, девчонки, я бы, конечно, тоже порекомендовала вам поопасаться этого дела. Потому что уже два человека мне в комментариях писали, что пистолет с фикс прайса, клеевой, взрывается в руках. Это очень опасно. И писали мне, что вот батарейки текут и портят какие-то вот вещи. Так что, если вам не жалко этих вещей, то можете покупать такие батарейки. 50 рублей 10 штук. Так что так. Кстати, скажите, у кого еще были какие-то такие с батарейками, с пистолетами случаи, расскажите. Чтобы мы все знали, как бы, и сообща, покупали только хорошее все в фикс прайсе. Также в фикс прайсе я купила еще вот уже некоторые раскрыла. Вот это целые. Я их еще купила 6 штук. Почему-то я думала, что они по 2,50. Я говорю, давайте все. Там целая пачка такая. Говорю, забираю все, они вкусно пахнут. Я говорю, в какой он не ценный? Она такая, 25. Я говорю, ой. Нет, нет, нет. Посчитала все свои ящики, в общем, и купила под расчет. Все разложила во все ящики, которые у меня под шкафами, на шкафами, везде-везде. И разложила вот эти вот вкусные ароматизаторы для белья. У них 33 вкуса, и они очень вкусные. Это просто вот мое. Вот, девчонки, хотите почувствовать то, что я люблю, от чего я тащусь? Просто чувствую запах. Я прям умираю. Это вот это вот. С кислиночкой. Вот так бы еще в машине у меня пахло. И вообще... Я прям кайфую. Очень яркий, классный запах. У меня теперь все. Шкаф открываю, запах. Что-то я раскрываю, запах. У меня все вещи теперь так пахнут. Мне очень нравится. Также я купила вот такую игру крокодил. Видела у девочки-блогера Лины. Может быть, вы знаете. И я решила тоже взять. Она стоит 77 рублей. Если мы будем брать это в специализированных магазинах, где игрушки всякие продают, она стоит, мне кажется, намного дороже, насколько я помню. А так, знаете, пришли гости. Вот, ну, делать нечего или день рождения какой-то. Не знаю. Мне кажется, прикольно. Такая штука должна быть дома. И она не занимает много места. И всем будет весело и интересно. В общем, можно купить. Так что теперь у меня можно развлекаться дома. Также я купила две рамки, которые вы уже видите сзади. Они мне очень понравились. Но у меня их всего три штучки. И вот две я повесила именно вот, чтобы в фоне было, да, у нас. Одна у меня висит как-то отдельно. Еще больше площади осталось. Я купила еще две рамки, в которые я положу свои фотографии. Сейчас у меня вот здесь вот непонятные фотографии. Там вот одна старая, где мне здесь 19 лет. Ну, не я старая, в смысле. Мне 19 лет там. Это я там участвовала для волос в окрашивании. А здесь я маленькая. Здесь у меня один год, да, мам? Ой, два месяца. Маленькая два месяца. Но она, видите, старая фотография, маленькая. На фоне я оставила вот эти вот розочки. То есть это все недоделанное. Я еще, естественно, ну, другие фотографии, наверное, вставлю. Но пока глаз мой радует меня маленькую два месяца. Прикольно на себя смотреть. Короче, вот эти вот рамки мне очень нравятся, очень классные. Кстати, как я их повесила? Я их повесила... Как я их повесила? Как я их повесила? Они у меня просто висят, да? На этой штуке. А! Как я их повесила? На них. В общем, сейчас не открою, неудобно. На них, как видите, они только ставятся. Вот сейчас. Такая вот штучка. Они как бы открываются и ставятся. Здесь ничего нет для того, чтобы повесить. Я взяла обычную бечевочку беленькую, ну, до какого-то размера, да? И продела сквозь вот эту вот штучку, на которой ставится. А саму ее заклеила. То есть за подставку, понимаете, да? И вот так вот она у меня висит. И повесила на гвоздик. Показать вам могу. Вот, кстати, что я сразу не сделала. Вот это у меня приклеенная штука. На клей, короче, Картторы, кстати, покупала в фикс-прайсе. И вот оно висит. Очень классно. Если эту штуку не заклеивать, то она отпирается и как-то вот снизу видно будет. Немножечко, да? Вот мне вот так вот понравилось. В общем, вот такие вот дела. Вот такие вот офигенские. Дальше я купила себе вазочку. Мне вообще давно нравились эти вазочки. И мне нравится, что она, короче, не разобьется, ничего с ней не станет. Она такая вся узорчатая. И она пластиковая, она легкая. Единственное, что цветы могут, если их много, упасть с нее. Потому что она легкая, не держит, да? Но мне кажется, если воду залить туда, может быть еще вот такие вот в фикс-прайсе тоже красивые декоративные камушки всякие, то она будет более устойчива. Но она красивая. Если вот небольшой букетик сюда положить, ну, настоящих цветов я имею в виду, да, то будет очень круто. И, конечно же, я набрала, потому что мне нигде не хватает и не хватает, кучу-кучу вот этих вот разных штучек. Мне они больше всего понравились внутри. Вот они. Разные тут у меня есть и ракушки, и бриллианты, и звездочки. В общем, все-все-все. Вот это мне очень нравится, очень радует глаз, очень красиво. Помните, я вам показывала мое открытие? Это хайлайтер. И он был там один. И вот я купила еще один, такой же, только серенький. Ну, я думаю, что у него такой же оттеночек, только серенький. Ну, то есть оттенок не розовый. Вот, кстати, я сегодня им намазалась розовеньким. Очень красиво. Легкая кисточка, и видите, не сильно видно ничего такого, да? Просто легкий такой оттенок, перелив. И вот, пожалуйста, я взяла серенький, потому что тоже там один случайно лежал. Думаю, пока есть, надо брать. Это редкость. Вот. Ну, и последнее, что из последней коллекции. Это, говорят, коллекция шейпишек. И, честно скажу, я никогда не слышала даже об этом. Когда набрала уже, по-моему, шейпишек, если я правильно называю все, да? Я набрала в интернете шейпишек и увидела, что все, это, оказывается, там что-то такое белое, красивое, с розочками и так далее. И мне кажется, этот стиль очень нравится. Я купила себе сразу коробки на подарки, ну или что-нибудь хранить, потому что это очень красиво выглядит все. Вот у меня три коробочки разные я купила. Также купила я ленточки, вот такие вот. Вот такая мне понравилась, розовенькая. И клейкая лента, вот такая понравилась. И взяла вот такую вот самоклейку, вот такую вот. Мне очень нравится эта расцветка. Мне кажется, что я готова вообще и шкафы даже обклеить некоторые. Идей много. Я взяла одну и сделала вот такую вот рамку уже. Вот красота. Я покажу, как я это делала. Рамку тоже брала в фикс прайсе за 55 рублей. В общем, пожалела, что не взяла больше. Так что будет возможность, я пойду и всех цветов вообще наберу вот эти вот самоклейки. Они очень хорошо клеятся, очень хорошо держатся. И реально очень крутая расцветка. И можно квартиру, прям особенно вот какая в моем стиле, прям облагородить. Это очень круто. Ну вот и все. Все мои покупочки. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. С вами была я. С вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.